Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость Анапы-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня. Мастера своего дела. Водители автобусов из Анапы соревновались в первенстве края на трассе «Формула-1». Старт праздничных мероприятий состоялся. Легкоатлетический забег среди анапских школьников прошел в детском парке. Для знатоков географии учебные заведения города смогут принять участие во всероссийском географическом диктанте. В канун Дня народного единства в молодежном центре 21 век провели круглый стол, посвященный вопросам толерантности. Организаторы говорят, что подобные мероприятия позволяют ребятам больше узнавать о соседях по общему многонациональному дому. В молодежном центре говорят, что тема толерантности и праздник 4 ноября взаимосвязаны, так как народное единство само по себе в согласии, мире и отсутствии конфликтов. В ходе подобных мероприятий молодежь может задать любые интересующие вопросы экспертам. Это необходимо еще и потому, что в последнее время распространяются различные теории, популярные у интернет-аудитории. А подобные альтернативы, в кавычках, формируют базу из домыслов и предрассудков, с которыми молодежь не должна оставаться наедине. Ребята приходят постоянно к нам на круглый стол, радуют то, что это ведется в форме открытого диалога именно. И ребята, не стесняясь, могут задавать вопросы нашим экспертам, которые присутствуют на наших мероприятиях. И меняется тем, что ребята становятся более открыты, они не стесняются говорить о тех проблемах, которые их именно волнуют и интересуют. Происходит у ребят переоценка, наверное, каких-то немножко их ценностей, рассказывается о том, как нужно, наверное, поменять свое, может быть, отношение к проблеме, как нужно вести себя в обществе, изменить свое отношение именно, может быть, к каким-то национальностям, о которых они многого не знали, о традициях других народов и стран тех же. И поэтому ребята приходят сюда, узнают что-то новое, меняют прежде всего свою оценку к этому слову и вообще к этому празднику и к разным народам мира и культурам нашей страны. Административная комиссия оштрафовала нарушителей на 3 миллиона 740 тысяч рублей. За 10 месяцев текущего года рассмотрено более 2,5 тысяч материалов об административных правонарушениях. В основном это нарушение правил благоустройства и мелкорозничной торговли в непредусмотренных местах. Также в списке чаще всего выявляемых нарушений невыполнение правил землепользования и застройки и нарушений использования земельных участков. По результатам рассмотрения выписано почти 2 тысячи штрафов и сделано 616 предупреждений. Всего с января текущего года административной комиссии Анапы наложено штрафов на сумму 3 миллиона 741 тысячи рублей. Взыскано 3 миллиона 181 тысячи. Водители автобусов из Анапы приняли участие в специализированном первенстве края. Соревнования прошли в Сочи на трассе Формула-1. Один из этапов – проверка знаний правил дорожного движения. Затем участники демонстрировали свои навыки вождения. Необходимо было не только быстрее всех пройти трассу, но и не расплескать воду из открытой емкости, установленной в салоне. Город-курорт представили 4 участника. По два на автобусах большой и малой вместимости. Анапчанам удалось пробиться в финальную часть. Однако места на поедистале достались сочинцам и новороссийцам. Несмотря на это, настроение в команде царило отличное. В городской администрации говорят, что подобные соревнования повышают престиж профессии и дают стимул совершенствовать навыки. Кроме того, сплачивают водительское сообщество. Уже в следующем году по данной методике проведут городские соревнования. Планируем на следующий год также в преддверии празднования дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта провести отборочные соревнования. И по результатам уже данного отборочного мероприятия будут направлены представители, самые сильные в город Сочи. Идет стимул для изучения более углубленного правила дорожного движения, что также необходимо применять на практике. И улучшение качества вождения. Так как этапы соревнований предусматривают и фигурное вождение, и стиль мягкой езды. Это позволит сделать перевозки более безопасными и комфортными для пассажиров. И в продолжение темы транспорта. В Краснодарском крае в следующем году планируют построить три путепроводных развязки на месте пересечения железнодорожного полотна и автомобильных дорог. Первый путепровод пройдет под железной дорогой. Он позволит разгрузить проезд для жителей и оперативных служб города. Еще две путепроводные развязки появятся в станице Варениковской и Юровской. Они необходимы, потому что трасса по этим населенным пунктам является дорогой на Крым. Строительство этих объектов очень важно, так как положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах остается сложным. 20 ноября во всех 85 регионах нашей страны пройдет вторая образовательная акция «Всероссийский географический диктант». Ее организатором является Русское географическое общество. ВДЦ смена приглашает учебное заведение города-курорта принять активное участие в этом мероприятии. Для участников диктанта будет организован трансфер до смены и обратно. По окончанию диктанта для участников образовательной акции будут организованы экскурсии по ВДЦ смена с посещением современного зала борьбы самбо, встречи с известными географами и путешественниками, просмотры документального фильма «Второе рождение линкора». Начало работы региональной площадки в 11.00. Телефон для справок вы видите на экране. Мероприятия, посвященные Дню Народного Единства, стартовали уже сегодня. Среди школьников всех возрастов прошел легкоатлетический забег в детском парке. Организаторы мероприятия Управления по физической культуре и спортивная школа «Олимп» отметили, что эти состязания выявили не только лучших спортсменов. Из числа победителей сформируют городскую сборную, которая будет защищать честь города-курорта на краевых соревнованиях. В легкоатлетическом забеге, посвященном Дню Народного Единства, приняли участие более 100 человек. Это школьники из 15 спортивных и образовательных учреждений Анапы. Но главная задача организаторов мероприятия – выявление спортсменов, которые покажут лучшие результаты. Сегодня будут присуждаться спортивные разряды. У нас сегодня первенство города. И поэтому любой разряд – это очень важно для вас лично, для вашей школы. Забеги проходили в нескольких возрастных категориях на дистанции 600 и 1000 метров. Самые младшие – третий классники. Среди девочек в этой возрастной категории лидером стала Полина Федорова. Легкая атлетика девочка занимается менее года, но уже настроена на серьезные результаты. У нас учитель, который легкой атлетики, он у нас ведет в школе физкультуру. Когда мы занимались, он меня позвал к себе на легкую атлетику. И я стала ходить на легкую атлетику. Я очень люблю бегать и прыгать. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. В числе участников не только новички, но и опытные спортсмены. Поэтому борьба за призовые места среди школьников постарше разгорелась совсем не шуточная. Полина Семикина увлекается танцами и футболом. Была твердо уверена в победе, но пришла к финишу лишь второй. Там девочки более опытные, они занимаются легкой атлетикой долго. И на многих соревнованиях были. А я так, в любительстве. Итоги соревнований подвели сразу после забега. Победителями стали Иван Стародубцев, Ирина Тузлукова, Алексей Семенчук, Данила Гура, Кристина Гончарова, Илья Репкин и Полина Федорова. Цели, я считаю, были достигнуты, которые ставились перед детьми, перед тренерами. Результаты великолепные. Будем смотреть лучших детей, выявлять, кто у нас кандидаты в сборную команду, которые уже есть. Они подтвердили свои результаты. Так что все довольны остались. И родители, и дети, и тренера. Но главное испытание у спортсменов еще впереди. Ребята, занявшие призовые места, будут включены в городскую сборную по легкой атлетике. И представят Анапу на первенстве Краснодарского края, которое пройдет в Славинске-на-Кубани. Внимание, экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня и завтра на территории края ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защита населения предупреждает. Соблюдайте меры личной безопасности. Будьте осторожны при передвижении на автомобильном транспорте. Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин